В Доме культуры села Ома закончен капитальный ремонт. В обновленном здании до позднего вечера теперь проходят репетиции. Какие культурные мероприятия ожидают сельчан в предновогодние дни, выяснил наш корреспондент Александр Усачев. Ему слово. В муниципальном казенном учреждении Центральный сельский дом культуры села Ома существует 21 клубное формирование. Общее количество участников более 80 человек. Свои таланты проявляют на сцене все от мала до велика. Один из самых известных в округе – хор «Амчаночка». Мы с хором ездили по соседним деревням, были в Диси, были в Нижней Пёше, в Вижа, все в Снопе, и даже были в городе Мавермария, на фестивале. Не уступает профессионалам хорового пения в вокальных талантах и молодежь. На многих концертах для односельчан исполняют свои любимые песни. Вокальная группа «Забавушка» покоряет зрителей своим репертуаром. При Доме культуры у нас создана вот эта вот группа, где участвуют только работники Дома культуры. Изъявляем мы свои желания. Мы хотим выступать и петь. Преуспели участники самодеятельности и в разговорном жанре. Оксана Маркова, мастер художественного слова, в марте этого года стала лауреатом фестиваля «Золотая легенда» в городе Суздаль. Есть с кого брать пример молодым. Елизавета Калинина и Светлана Семяшкина в качестве ведущих концерта пробуют себя впервые и поэтому волнуются. Мы с ней все время вместе держимся и все время вместе готовимся. Получается, что у нас эмоции одни и те же, и настрои один и тот же. И как уверенно держимся. Ну, сначала, конечно, волнуемся, но потом посмотрим на зрителей, вроде ничего страшного, и дальше все спокойно рассказываем. 20 декабря в Доме культуры «Сила Ома» ждут много гостей. Более 90 человек примут участие в фестивале «Нам года не беда». Зрители ждут гостей из ближних деревень, то есть приедет волоковая к нам деревня, верхняя пеша, нижняя пеша, несть, наши вижасы снопай. Ну и, конечно же, Ома будет радовать своими выступлениями. Возле здания Дома культуры этим летом была отсыпана прилежащая территория. Выложена брусчатка, построена сцена. Осталось установить ограждения и светильники со скамейками. В следующем году работники ДК запланировали открытие парка культуры и отдыха. Александр Русачев, Сила Ома, Телеканал Север.